Осень, пора завершения уборочных работ, сельскохозяйственных ярмарок. Как будет организовано работать? Пожалуйста, Татьяна Викторовна. В сентябре, как обычно, стартуют традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Как и в прошлые годы, для населения города будет представлена сельскохозяйственная продукция и иные товары народного потребления по ценам значительно ниже, чем в других предприятиях торговли. В формат рыночной торговли этого года будет несколько видоизменен по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году торговля у нас осуществлялась на девяти площадках города, хоть и расположенных вблизи основных жилых массивов, но не всегда соответствующих всем требованиям торговли, санитарным нормам и правилам, то в текущем году основной площадкой для организации ярмарочной торговли для наибольшей части казанцев будет являться территория агропромышленного парка. Здесь ярмарочная торговля с широким ассортиментом даров сельского хозяйства стартует уже в эту субботу, то есть 7 сентября, на специально оборудованной для этого площадке, обустроенной навесами с развитой материально-технической базой. В то же время для жителей удаленных районов города решено организовать ярмарку еще дополнительно на трех площадках, и эти ярмарки начнутся с 21 сентября. Площадки организованы, как я уже сказала, в трех районах. Это в авиастроительном районе города, на площадке перед профессиональным лицеем номер 123. В Новосавинском районе ярмарка будет располагаться вблизи территории Новосавинского опторозничного рынка. И жители поселка Дербышки могут посетить ярмарку, расположенную на улице Липатова. Надеемся, что ярмарки этого года будут так же востребованы, как и в прошлые годы, и приглашаем всех на ярмарки. Айдар Камильевич, как у нас транспортное обеспечение? Те вопросы, которые Минсельхоз ставил, как они будут решаться? Там подготовлена новая дорога, по которой запущено движение трех маршрутов на 25 единиц автобусов. Эти маршруты соединяет практически станцию метро Горки с Агропромпарком и отдаленные районы. Кроме того, через остановку Фази, непосредственно недалеко от Агропромпарка, в 350 метрах пешеходной доступности, проходит у нас 12 автобусных маршрутов плюс трамвайный маршрут. То есть транспортная обеспеченность там достаточная. Просьба и Алексея Валерьевича, и главы, особенно советский район, Остангульфанш, как только начнем работу, чтобы не было никаких перебоев, чтобы к транспорту, к вопросу обеспечения заездными, чтобы все, вот первый раз, чтобы блинком не был, чтобы сразу намоленный был участок, чтобы люди привыкли к этому. Очень важно нам раскрутить Агропромпарк по федеральной программе с участием республиканского бюджета. Шикарный подарок мы получили для того, чтобы из первых рук и в течение года казанцы могли получать свежую продукцию с грядки, с фермы, от наших фермеров. И пока еще, конечно, нам предстоит большая работа и с руководством Агропромпарка, и с коллегами из Минсельхоза с тем, чтобы раскрутить работу. И как на рынке привыкли ездить, так, чтобы и все за сельхозпродукцией в течение года приезжали туда, пока еще он, к сожалению, полупустой.